Добрый день, меня зовут Ахрименко Дмитрий, я рад приветствовать вас на информационном видеоресурсе для разработчиков ITVDen.com. Мы начинаем изучение материалов видеокурса HTML5 Web Components. Этот курс будет состоять из трех уроков и в течение этих уроков мы научимся использовать темплейты или шаблоны, научимся создавать пользовательские HTML элементы, также освоим работу с Shadow DOM и использование стилей. Предварительными требованиями к этому курсу являются HTML5 и CSS3, ну и конечно владение языком программирования JavaScript. Все курсы по этим технологиям вы можете просмотреть на портале ITVDen.com. Как и обычно первый урок это введение. Что же такое веб-компоненты? Веб-компоненты это набор технологий, задача которых позволит нам создавать повторно используемые HTML элементы. Мы все работали с HTML5 элементом аудио, разместили элементы аудио на странице, появился набор контролов для запуска аудиодорожки, для остановки, для редактирования звука. Получается, что сам по себе тег аудио это и какая-то логика и определенный интерфейс, который заложен просто в одну строчку, размещаемую в HTML разметке. Добавили тег аудио, получили интерфейс и бизнес логику. Очень бы хорошо было иметь возможность создавать и свои теги. Создали тег MyMenu и у вас появилось какое-то стандартное меню, которое вы часто используете. Разрабатываете новое приложение, подключаете там какой-то файлик в шапке сайта, пишете MyMenuTag и у вас появляется все то же меню, которое раньше вы использовали на другой своей странице. Вот задача веб-компонентов позволить вам создавать свои теги и делать так, чтобы они правильно работали, не конфликтовали с другими элементами на сайте, чтобы они правильно стилизовались и легко импортировались в ваши браузеры, в новые веб-приложения. Сейчас мы с вами рассмотрим, как это все делается и вначале разберемся с предпосылками. Почему появились веб-компоненты и какие проблемы веб-компоненты решают. Первая проблема это слабая семантика. Что такое семантика? Каждый элемент в HTML-коде имеет свой смысл. Например, А это ссылка, ведущая на другую страницу, которая связывает, как бы ссылка связывает несколько документов. Table это табличное представление данных. H1 заголовок, который говорит о том, что это основная суть всего того текста, который находится дальше в теле документа. Но сейчас наше приложение становится намного сложнее, чем были раньше. Если изначально HTML использовался, чтобы просто форматировать текст и передавать этот текст по сети, то сейчас наше приложение выполняет уже более сложные бизнес-задачи. И в приложениях появляются такие блоки, для которых не предусмотрены отдельные HTML-элементы. Конечно, HTML5 предоставил нам набор новых тегов, которые расширяют семантику в HTML, но при этом этой семантики недостаточно. Потому что очень часто наши элементы имеют настолько глубокий смысл и настолько много различных задач, что просто нету соответствующего тега в HTML-спецификации. Если мы откроем страницу «Исходный код сайта Stack Overflow», мы увидим, что под этим подразумевается. Например, первое, что бросается в глаза, это то, что разметка состоит из одних только дивов. А уже внутри дивов, если поковыряться, можно найти и ссылочки, и параграфы, и все остальное. Такая картина абсолютно на всех сайтах. Так как мы не можем использовать какие-то специфические HTML-элементы или создавать новые HTML-элементы, мы используем дивы. И для дивов с помощью ID или с помощью класс-атрибута устанавливаем имя, по которому можно будет сориентироваться. Для чего див необходим? Мы видим, что див с классом Header — это заголовок сайта, див с классом Notify Container — это какой-то блок, в котором будут появляться определенные иконочки Notification, Overlay Header и Custom Header, два каких-то заголовка, которые каким-то образом работают, перекрывают основной заголовок. Первая проблема, которая встречается в веб-разработке — это слабая семантика. И работая с веб-компонентами, мы можем эту проблему решить. Как именно, это будет показано в следующих примерах. Вторая проблема — это проблема стилей, конфликт стилей. Представим, что мы разрабатываем все тот же простой пользовательский элемент MyMenu. Когда этот элемент появляется на странице, то он предоставляет для нас простую HTML-разметку в виде UL и нескольких лист-айтемов. Но понятно, что мы захотим, чтобы меню как-то отображалось не как список, а как настоящее меню, чтобы оно реагировало на наведение курсора, чтобы оно как-то оформилось интересно. Для этого мы создадим отдельные CSS-ы, и нам необходимо будет указать максимально специфические CSS-селекторы, для того чтобы, оформляя UL и лист-айтемы своего меню, мы не затронули элементы UL и лист-айтемы, которые к меню не относятся. Первая проблема стилей в том, что нам необходимо использовать специфические селекторы. Иногда нам необходимо использовать слово IMPORTANT, ключевое слово, которое скажет, что именно это свойство в стиле, в нашем стиле, оно самое главное. И независимо от того, в какой оно очередности было прочитано браузером, оно должно перетереть все другие предыдущие стили. Ну и также у нас нет гарантии, что когда мы разработаем свое приложение со своим MyMenu и сделаем максимально специфические селекторы, нет гарантии, что разместив это MyMenu на странице, его не испортит другой разработчик, который каким-то образом повлияет на оформление листа-айтемов или других каких-то HTML-тегов, которые присутствуют в нашем элементе управления. Вторая проблема в веб-программировании – это конфликты стилей. Я думаю, что многие из вас с этой проблемой сталкивались, когда работали с большим приложением, в котором участвует несколько разработчиков. Третья проблема – это отсутствие пакетов. Например, мы хотим подключить Bootstrap, подключить свои какие-то скрипты или HTML-элементы, которые мы часто используем в разных веб-приложениях. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо взять пачку линков и положить эти линки в хэде, положить теги скрипт в хэде и все это в правильной последовательности разместить на интересующей нас странице. Для примера, если мы хотим подключить Bootstrap, нам нужно jQuery min, Bootstrap min, Bootstrap min.css, грубо говоря, какой-то набор скриптов. Конечно, от версии к версии эти скрипты могут отличаться в разных библиотеках. Вот это проблема, которая есть в HTML. Для того, чтобы подключить какую-то библиотеку, необходимо ряд файлов, которые в правильной последовательности мы размещаем в определенных частях документа. С помощью веб-компонентов мы можем от этой проблемы избавиться. Четвертая проблема – отсутствие шаблонов, стандартных шаблонов. Пример – новостная лента. Как у нас выглядит новостная лента? Маленькая картинка, заголовок новости, какой-то блок текста, взятый из самой новости, там первые несколько предложений, дата публикации. Чуть-чуть ниже – опять картинка, заголовок, кусочек текста, дата публикации. И так, допустим, 10 раз. Сам текст новости мы получаем с помощью аяк-запроса на сервер. Возвращается JSON, мы этот JSON парсим, и бросаем это все в HTML-разметку, генерируя повторяющуюся разметку. Разметку мы можем генерировать либо просто с помощью конкатонации в JavaScript коде, либо с помощью шаблонов. Какие есть варианты создания шаблонов? Мы берем, помещаем в HTML элемент, точнее, в элемент скрипт с тайпом текста HTML или каким-то другим тайпом, помещаем просто кусок HTML кода. Потом находим в помощью JavaScript вот этот вот элемент скрипт, извлекаем из него HTML, в этот HTML прописываем необходимые значения и полученный HTML вставляем в нужную часть документа. И так делаем несколько раз. Если вы работали с библиотекой Mustard.js или с подобными библиотеками другими, то, в принципе, для вас известен такой подход. Шаблоны, они есть, но они обычно реализованы какими-то посторонними библиотеками и часто для самого создания шаблона мы используем тег скрипт. Если вернуться к примеру с новостной лентой, то, по сути, в теге скрипт мы вставляем разметку отдельной новости. Вставляем EMG, там H2 элемент, параграф с текстом и какой-нибудь элемент с date, куда будем вводить дату публикации. И вот этот вот кусочек одной новости мы потом JavaScript кодом извлекаем, вставляем в него данные, клонируем его и вставляем в разные части страницы. Вот что такое HTML-шаблоны, как мы их сейчас используем. Другой вариант, мы можем HTML-шаблон сохранить в самой разметке, сделать так, чтобы это был какой-то хидден элемент и просто вручную его клонировать, показывать его в нужных частях страницы, когда об этом есть необходимость. Или использовать для этого iFrame. Отсутствие стандартов для создания шаблонов решается веб-компонентами. Как именно, будем смотреть в следующих примерах. Пятая проблема – это отсутствие стандартов. Любой из вас может подспорить, что создавать пользовательские элементы управления и как-то решать проблемы с конфликтом стилей, слабой семантикой и всеми другими проблемами мы можем, применяя AngularJS, Bootstrap, jQuery и любые другие библиотеки, которые стали сейчас очень популярными. Но каждая библиотека дает свой какой-то механизм, который решает не все проблемы, а только ихнюю часть. И если мы научимся использовать веб-компоненты, если они будут стандартизированы и поддерживаться будут всеми браузерами, то тогда все проблемы исчезнут, потому что у нас будет единый подход, который даст вам возможность избавиться и от слабой семантики, и от конфликта стилей, и от всего прочего. Что такое веб-компоненты на самом деле? Веб-компоненты это несколько технологий. Первая технология это HTML Templates, дающая возможность работать с шаблонами. Технология Shadow DOM позволяет их инкапсулировать дом-дерево и избавляться от конфликтов стилей и других проблем, связанных с тем, что все в вебе работает в глобальном объекте Windows. Есть возможность использовать технологию Custom Elements для того, чтобы создавать свои пользовательские HTML-теги, и есть возможность использовать HTML-импорты для того, чтобы избавиться от проблемы с подключением большого количества файлов для того, чтобы начала работать какая-то библиотека. Понятно, что все это наитивная поддержка самим браузерам, и не все браузеры еще до конца реализовали эти фичи. И неизвестно, насколько все их будут реализовывать сейчас. На момент записи этого курса полноценная поддержка веб-компонентов есть у браузера Chrome, поэтому рекомендую вам запускать все примеры именно в последней версии Chrome. Если посмотреть на другие браузеры, то картина сейчас еще не очень хорошая. Полноценная поддержка HTML-темплейтов есть, в принципе, во многих популярных браузерах. Видите, что ситуация не очень плохая. Но зато все остальные возможности Custom Elements полноценно поддерживают только Chrome и Opera. То же самое касается HTML-импортов. Они есть в Chrome и в Opera. Остальные браузеры вам необходимо использовать или специальные префиксы, или вообще у вас ничего работать не будет из-за отсутствия какой-либо поддержки. ShadowDome также картина такая же. Chrome поддерживает все остальные, либо частично, либо не поддерживает вовсе. Отсутствие поддержки веб-компонентов не такая уж и страшная проблема. В случае, если браузер не поддерживает часть функциональности, вы можете ее имитировать с помощью JavaScript-кода. Для этого у нас есть Polyfill-файл, который вы можете установить, перейдя по ссылочке webcomponents.org.polyfill. Там вы найдете подробную инструкцию, как вы можете воспользоваться этим файлом. У вас есть несколько вариантов. Либо использовать Bower, либо использовать NPM для установки этого компонента, этого Polyfill-файла. Либо вы можете воспользоваться архивом с последней версией скрипта для того, чтобы скопировать его в свой проект. Как подключить Polyfill и использовать его, мы посмотрим в следующих примерах. А сейчас разберем последовательность изучения библиотек, работающих с веб-компонентами. Когда мы изучаем JavaScript, мы понимаем, что мы не всегда будем работать с чистым JavaScript-кодом. JavaScript — это основа, на которой строится очень большое количество библиотек. Для примера, библиотека jQuery, которая упрощает работу с JavaScript-кодом, дает нам возможность написать меньше JavaScript-кода и сделать больше какой-то полезной функциональности. То же самое можно сказать о веб-компонентах. В этом курсе мы рассмотрим с вами веб-компоненты. Вы можете провести аналогию веб-компонентах, JavaScript — это то же самое. То есть это базовая какая-то функциональность. Но есть библиотеки, которые будут строиться на основе веб-компонентов. Одна из этих библиотек — это библиотека Polymer, которая дает вам возможность сделать так, чтобы приложения, построенные на веб-компонентах, проще было разрабатывать, чтобы меньше пришлось писать кода, которые организовывают работу компонентов. Изучение кода мы начнем с шаблонов, template. Сейчас есть несколько техник использования шаблонов. Понятно, мы их не будем разбирать сейчас в приложениях. Мы рассмотрим использование именно веб-компонентов. Но если взять шаблоны, которые мы применяем сейчас, есть два основных варианта. Это использование тега script. На странице размещаем скрипт, даем ему специальный type, текст, template или текст, какое-то другое значение, чтобы скрипт не выполнился. И внутри скрипта определяем необходимую разметку, которую потом будем несколько раз клонировать и использовать как шаблон. По такому принципу работают несколько библиотек, показанных на слайде. Другой принцип работы с шаблонами — это создать дом-элемент и спрятать его на странице. После чего нужное количество раз клонировать. Для примера, вот div с display none, у div есть id, внутри div есть какая-то разметка, и эта разметка впоследствии клонируется. Для того, чтобы техника работы с шаблоном была успешной, нам, по сути, необходимо два пункта. Это первый — ничего в шаблоне не должно выполняться или визуализироваться. В принципе, второй пункт не очень удобный, потому что необходимо, если будет внутри какой-то JavaScript код или картинки, они могут привести к неправильному поведению приложения. Второй пункт — необходимо иметь удобный способ клонировать дом-дерево, чтобы без лишних каких-то операций взять содержимое шаблона и вставить в другую часть документа. Если брать шаблоны, которые предоставляются технологией веб-компоненты, то особенности этих шаблонов следующие. Первое — все, что находится в шаблоне, не визуализируется до тех пор, пока шаблон, ну точнее его контент, не будет клонирован и размещен в дом-дереве. Все, что внутри шаблона, спрятано от селекторов. Если вы в шаблоне разместите, для примера, параграф, то вызов метода document.getElementByTagName со значением p в качестве аргумента не вернет вам никаких результатов. И элемент template может быть размещен в любой части страницы. Вам не нужно беспокоиться о том, что этот элемент при наличии его в баде или еще где-нибудь придет к тому, что что-то лишнее будет показано пользователю. Template всегда невидимый, и мы его JavaScript кодом обрабатываем и размещаем где-то в нужной нам части документа. Давайте перейдем в Visual Studio и разберемся, как же нам можно работать с темплейтами. Перейдем в Visual Studio и рассмотрим код работы с шаблонами. Первый пример показывает основу использования шаблонов. На 11-й строке создается элемент template. И в этом элементе мы размещаем ту часть кода, которую хотим сделать шаблоном. Далее нам обязательно необходимо создать скрипт, который будет этот шаблон клонировать и размещать его в дом-дереве. Иначе он просто не будет видимым для пользователя. 17-я строчка мы с помощью querySelectorTemplate находим дом-элемент. Далее 19-я строка мы с помощью documentImportNode выполняем клонирование содержимого темплейта. Для этого мы берем переменную templateContent, точнее свойства вот этого дом-элемента. И с помощью параметра true указываем, что мы выполняем глубокое клонирование этого контента. На 21-й строчке полученную копию мы с помощью appendChild добавляем как дочерний элемент в body. Получается, что вот здесь, в конце нашего body, вот здесь, появится параграф, который был скопирован из темплейта. Запустим этот пример. И вот мы видим, что на странице размещается фраза, которая была изначально на 12-й строчке расположена. Если мы откроем Developer Tools, то мы увидим, что у нас в дом-дереве находится параграф. Хотя вот лежит темплейт, из которого этот параграф был извлечен. Если мы закомментируем у вас первую строчку, и запустим пример еще раз, то увидим, что на странице уже ничего не выводится, хотя на самом деле темплейт в документе присутствует. То есть без JavaScript кода и соответствующей инициализации шаблон не будет видимым. Если в качестве шаблона мы будем использовать div и этот div прятать, делать его невидимым, то у нас будет возникать проблема, которая связана с тем, что содержимое div будет доступно для подобных функций. Document, Query Selector и прочих. Давайте посмотрим, что будет, если мы попытаемся получить доступ к элементам, которые находятся в темплейте. Шаблон, в котором размещен параграф. И с помощью Document Query Selector мы пытаемся извлечь параграф, размещенный в этом темплейте. Делаем максимально специфическое правило. Но на 17 строчке, если мы попробуем вывести в консоль значение переменной payInTemplate, мы увидим, что это значение null. Открываем консоль. Видим, что сообщение, которое мы получили, null. Потому что Query Selector не может получить доступ к дом-дереву, размещенному в темплейте. Это невозможно сделать. Следующий пример еще раз показывает нам тот факт, что содержимое темплейта является неактивным до тех пор, пока мы темплейт не скопируем. Сейчас мы видим, что у нас в темплейте размещен параграф, размещен скрипт, который алертом выводит сообщение, и размещено изображение, путь к которому неправильный. Такой картинки нет в нашем проекте. На 23 строчке мы находим темплейт с помощью Query Selector и ищем по этому элементу. Понятно, что ему можно отдать ID, если темплейтов будет больше, такой код не совсем будет корректным. Далее клонируем содержимое и добавляем содержимое через Append Child of Body. Если мы закомментируем эту строчку и запустим пример, то смотрите, что получится. Скрипт и картинка не отобразились. Скрипт не выполнилось, изображение у нас не показывается. Если же мы раскомментируем эту строчку и обновим страницу, то мы видим, что вывелось сообщение, которое мы видим из параграфа, вывелось сообщение High, ну и также есть картинка, которая недоступна в данный момент. Пример подтверждает, что все содержимое шаблона неактивно до тех пор, пока мы шаблон не разместим в тело документа. Это очень важный момент использования шаблонов. Понятно, что шаблон сам по себе будет неудобно использовать, и нам желательно иметь возможность вставлять в шаблон какую-то информацию. В следующем примере показано, как это можно реализовать. Конечно, это не очень красивый вариант. Есть библиотеки, подобные полимеру, которые дают возможность более элегантно выполнять комбинацию HTML-разметки и данных, которые присутствуют в вашем приложении. Это самый простой на данный момент способ вывода данных внутрь шаблона. Мы хотим сделать так, чтобы при нажатии на вот эту кнопочку Add Template, содержимое этого темплейта с какими-то определенными данными размещалось в теле текущего документа. Посмотрим вначале, как работает этот пример. Например, у нас есть кнопка Add Template. Кликая по ней, мы видим, что шаблон My Template был добавлен один раз в данный документ. Кликаем еще раз по кнопке. Этот же шаблон второй раз добавили. Третий, четвертый, пятый и так далее. Шаблон добавляется. Если мы откроем исходный код, то видим, что в разметке появляется несколько параграфов. В каждом параграфе есть определенное сообщение. Как мы реализовали этот пример? Для начала у нас есть немедленно вызываемая функция, которая будет выступать в роли области видимости для нашего JavaScript кода, чтобы не было лишних глобальных переменных. На 19 стреке мы создаем переменную Template Counter. Это будет счетчик. Пока что значение 0. На загрузку документа мы вешаем функцию обработчик, которая находит элемент с идишником AddButton и вешает обработчик на событие клик. В этом обработчике мы находим шаблон. С помощью Query Selector ищем этот элемент. Далее выполняем клонирование содержимого элемента и создается переменный Template Clone, в котором находится этот контент. Далее в склонированном содержимом с помощью Query Selector мы находим элемент span с идишником Template Name. И в качестве текста, контент текст текста этого элемента, мы устанавливаем имя MyTemplate. Потом мы выполняем поиск элемента с идишником TemplateCount вот этого элемента. И в качестве значения вставляем инкрементированный TemplateCounter. То есть сюда попадает цифра 0, 1, 2, 3. После выполненных операций настроенный темплейт мы добавляем как дочерний элемент в баде. Результат этого кода вы видели только что. И пятый пример показывает, как будет себя вести шаблон, когда в нем находится другой шаблон. На строке номер 7 мы видим темплейт с идишником header, в котором находится аж один элемент. Также в этом темплейте находится еще один элемент, темплейт с идишником баде, в котором размещен какой-то текст. Для того, чтобы иметь возможность работать с этим темплейтом, нам необходимо вначале инициализировать первый темплейт, который является родительским. Шестнадцатая строчка. Находим с темплейт с идишником хедер, и его содержимое клонируем, добавляя как дочерний элемент в баде. После этого, на двадцать первой строке, когда мы используем querySelector body, по идишнику body, у нас здесь появляется определенное значение. Если бы мы выполнили этот код без предварительно выполненного этого кода, то данный темплейт просто был бы недоступен в дом дерева, мы бы не могли его найти. Здесь мы повторяем операцию, которую делали в первом участке кода. Копируем содержимое шаблона, но уже шаблона баде, и добавляем его как дочерний элемент. И в данном примере, в разметке вначале будет h1 элемент, а потом контент, находящийся в темплейте баде. h1 элемент, h1 элемент и содержимое баде. Вот самые базовые техники работы с шаблонами. Их будет достаточно для того, чтобы мы могли в дальнейшем создавать кастомные элементы и разбираться с остальными частями веб-компонентов. Если подвести итог, то самые важные примеры, которые вы здесь увидели, это первый пример, в котором показано, как темплейт инициализируется, и пример номер 4, в котором показано, как в темплейт можно внедрять данные, которые будут впоследствии показываться пользователю. Теперь рассмотрим, как можно создавать кастомные html элементы. Начнем с того, что разберем правила именования. Если вы создаете свой элемент, для того, чтобы этот элемент отличался от стандартных html элементов, в имени должен присутствовать хотя бы один символ defis. Примеры правильных имен. myDefisComponent, ITVDN-DefisVideo, RegistrationForm. Неправильные имена, когда вы все пишите слитно, используйте другие символы, которые не являются defis'ом, нижнее подчеркивание для примера, или используйте camel casing. Так работать не будет. Кастомные html элементы могут использоваться либо как отдельные элементы, либо их можно использовать как атрибуты, если они особым образом настроены. Сейчас в примерах Visual Studio мы рассмотрим, как создавать html элементы и как создавать их таким образом, чтобы иметь возможность расширять уже существующие элементы. В первом примере мы увидим создание пользовательского html элемента. На восьмой строчке в документе размещается элемент HelloWorldComponent. Давайте посмотрим, что произойдет, когда мы такую страницу загрузим. Оказывается, что HelloWorldComponent превращается в html элемент с текстом HelloWorld. Если мы откроем исходный код данного документа, то мы увидим, что на самом деле в HelloWorldComponent находится аж три элемента с определенным текстом. В более сложных компонентах здесь может находиться развернутое дом-дерево, которое будет создавать меню, хедеры, какие-то определенные части нашего сайта. Для того, чтобы этот HelloWorldComponent из обычного текста превратился непосредственно в html элемент, необходимо выполнить несколько операций. По сути, нужно сделать три действия. Первое – это выбрать базовый прототип для нашего элемента. Второе – определить логику работы функции createdCallback, которая будет определять, из чего состоит наш элемент. И третье – необходимо зарегистрировать наш элемент в браузере. Для того, чтобы определить, кто будет базовым элементом для нашего элемента, используется метод ObjectCreate. На строчке 12 мы создаем переменную, которая будет являться прототипом вот этого HelloWorldComponent. По сути, все объекты, созданные в разметке HelloWorldComponent, будут являться объектами с вот этим прототипом. Для того, чтобы создать прототип и не писать его полностью с нуля, мы воспользовались, грубо говоря, наследованием. Используя ObjectCreate, мы создали прототип, который будет являться объектом с установленным прототипом на HTMLElementPrototype. Грубо говоря, наш элемент для него базовым типом является обобщенный HTML элемент. В качестве базового типа мы можем выбрать ссылку, div, любой другой HTML-тег и получить какую-то функциональность, которая уже содержится в том или ином HTML элементе. В пятнадцатой строчке на прототипе мы создаем метод CreatedCallback. Это метод, который будет запускаться в тот момент, когда необходимо будет определить содержимое HelloWorldComponent. В момент запуска этой функции мы обратимся к текущему объекту, то есть к этому вот объекту, и в его InnerHTML поместим значение HelloWorld в взятые в H3 элементы. Конечно, очень тяжело будет создать сложную разметку, но в следующих примерах мы посмотрим, как можно комбинировать вот такие кастомные элементы и темплейты, что даст возможность легко создавать большие объемы данных, большие объемы дом-дерево. Последняя операция – это регистрация нашего компонента. Для этого с помощью DocumentRegisterElement мы регистрируем наш прототип. Мы указываем при вызове RegisterElement, что собираемся создать элемент вот таким вот именем. Именно благодаря этому значению в разметке мы пишем HelloWorldComponent, то есть то, что мы напишем здесь, то необходимо использовать и в самой разметке в документе. Ну а для того, чтобы определить, как будет работать этот элемент, мы передаем в качестве второго аргумента объект со свойством Prototype и ссылочкой на HelloWorldComponentProtto, на вот этот вот объект. На выходе RegisterElement дает нам функцию, с помощью которой мы сможем создавать новые компоненты через JavaScript код. Но нам сейчас эта функция по сути не нужна, так как мы пользуемся именно этим значением. Создавать элементы мы также можем и другими способами. Все варианты создания кастомного элемента показаны во втором примере. В элементе скрипт, который мы видим на седьмой строчке, находится код, взятый из предыдущего примера. После этого скрипта мы видим четыре способа создания кастомного элемента. Первый способ мы уже рассмотрели. Второй вариант это использование функции конструктора. Так как при регистрации нашего элемента у нас появляется функция HelloWorldComponent, которая может создавать объекты подобные этому, мы можем вызвать эту функцию конструктор, получить объект и добавить его как дочерний элемент в необходимую часть документа. Другой вариант. Можем воспользоваться стандартным методом DocumentCreateElement и в качестве параметра передать строку, которая должна совпадать с именем нашего компонента. Ну и четвертый вариант. Это использование обычного innerHTML. Просто добавить к body innerHTML строчку, которая является валидным элементом HelloWorldComponent. Запускаем. И видим, что четыре компонента отображаются у нас в документе. Третий пример показывает, как можно с помощью кастомных элементов расширять существующие HTML теги. На восьмой строчке создаем div и расширяем его с помощью ITVDNMessage. С помощью такого кастомного элемента. Давайте посмотрим, к чему это приводит. После запуска приложения мы видим, что на самом деле на восьмой строчке у нас не просто div отобразился, а отобразился элемент с каким-то содержимым. Содержимым при этом является ссылка, ведущая на отдельный сайт. Если мы сделаем inspect element, то мы увидим, что то, что мы видим перед собой это div, у которого есть стиль и также в div находится ссылка. Для того, чтобы это расширение сработало, необходимо сделать несколько операций, которые очень похожи на определение обычного кастомного элемента. Первое, необходимо выбрать, какой прототип будет базовым для нашего кастомного элемента. Мы используем сейчас HTML div element prototype, но это было абсолютно необязательно. Вторая операция, мы определяем работу created callback метода для созданного ранее прототипа. В created callback методе мы возьмем innerHTML текущего элемента и поместим в него ссылку. Далее возьмем style текущего элемента и поменяем значение свойства border. После этого значение свойства padding. Так как мы будем с помощью нашего кастомного элемента расширять div, то контекст этой функции будет как раз являться div, для которого используется расширение. Последнее, что нам необходимо сделать, это зарегистрировать наш кастомный элемент как элемент в браузере, как новый элемент в браузере. Для этого мы пользуемся register element методом, как и в прошлом примере. Указываем имя нашего компонента, указываем прототип компонента, но добавляем еще дополнительное свойство extends, в котором определяется, какие HTML элементы мы будем расширять. В нашем случае мы расширяем div. Четвертый пример покажет, как мы можем создавать расширение. Для этого тоже есть несколько вариантов. Скрипт, который мы здесь видим, скопирован из предыдущего примера. Обратите внимание, что после вызова register element метода мы получаем результат, который будет являться функцией конструктором для создания idvdMessage. Первый способ расширения мы уже знаем, вычтем лразметки для того элемента, который нам необходим. Второй вариант, это использование метода create element, при этом нам необходимо передать два параметра, это имя создаваемого элемента и тот элемент, который мы будем его расширять. Второй вариант, 31 строчка, необходимо воспользоваться функцией конструктором и результат ее работы добавить как дочерний элемент в дом дерева. И четвертый вариант, это воспользоваться строкой, которая представляет кусочек html разметки, где присутствует div и атрибут is. Я думаю, что у многих из вас в процессе просмотра примеров возник вопрос, а какие еще callback функции мы можем использовать, пока редактируем прототип кастомного компонента. Для этого нам поможет следующая презентация. Здесь показано 4 callback, которые мы можем использовать. Первый callback, created callback, тот, который мы видели в примерах. И его задача определить поведение, которое должно быть выполнено в момент создания компонента. С помощью attach callback мы можем определить действия, которые выполняются каждый раз, когда кастомный элемент добавляется к дом дерева. С помощью detach callback мы можем выполнить те операции, которые выполнятся, когда мы будем удалять элементы с дом дерева. И attribute changed callback, функция, которая сработает, если для кастомного элемента был добавлен, удален или изменен атрибут в дом дерева. Давайте посмотрим примеры, показывающие работу этих callback функций. На странице размещаются три кнопки. Кнопка создать, поменять атрибут и удалить. Строчка 13. У нас идет регион, в котором будет спрятан кастомный компонент. Если в Visual Studio у вас установлен инструмент Web Essentials, то с помощью sharp region и с помощью sharp end region вы можете установить блок кода, который будет вот так сворачиваться. Создаем прототип hello world component proto, указываем, что нашим базовым прототипом будет прототип обычного HTML элемента. И начинаем настраивать все callback функции, которые только что мы видели с вами на слайде. Created callback. Говорим, что наш элемент состоит из inner HTML, содержащего в себе h3 элемент. И в консоль выводим сообщение created. В случае attached callback в консоль вводим сообщение attached. В случае detached callback сообщение detached. В случае attribute change callback мы в качестве параметра функции принимаем три аргумента. Первый аргумент это имя атрибута, которое поменялось. Второй аргумент старое значение. И третий аргумент новое значение. Все эти параметры мы вводим в теле. Не в теле, а в саму консоль. Сообщение в консоль. Ну и выполняем регистрацию строка 37-я. Регистрацию hello world component. Теперь давайте посмотрим, как у нас происходит редактирование самих элементов. Точнее не элементов, а установка обработчиков на кнопочке в начале страницы. При загрузке документа мы создаем переменную component. В этой переменной будет находиться кастомный компонент, который мы видели только что. 47-я строчка регистрируем обработчик на нажатие по create button по первой кнопочке. И в случае нажатия создаем компонент, используя конструктор, который также выше создали. И 49-я строчка в качестве дочернего элемента в body добавляем только что созданный компонент. Если мы нажмем на кнопку change button, то мы возьмем компонент и через метод set attribute установим атрибут с значением data test с именем data test и значением 123. Если мы нажмем на кнопку remove button, сработает этот обработчик, который вызовет на компонент метод remove и компонент удалится из дом-дерева. Запускаем пример. Пока что в дом-дереве у нас компонент не существует из-за того, что мы его не создали. При нажатии на кнопку create элемент появляется в дом-дереве и мы видим два сообщения. В начале сообщение created, то есть первым отработал created callback, потом сообщение attached, вторым отработал attached callback. Нажав на кнопку change author, мы видим, что у нас произошло изменение атрибута data test, старое значение null, так как атрибут был только что создан, и новое значение 123. Если бы мы атрибут поменяли после этого, старым значением было бы 123, новым значением, соответственно, новое установленное значение. Если мы нажмем на кнопку remove, то увидим сообщение detached, так как атрибут, так как кастомный элемент был удален из дом-дерева. В следующем примере мы рассмотрим работу polyfill. Мы открыли пример из третьей директории polyfills. В этом примере нет ничего для нас нового. Используется компонент hello world component. Если мы запустим пример в браузере хром, то мы видим сообщение hello world. Если мы скопируем этот путь и откроем его в другом браузере, например в Mozilla Firefox, то мы видим, что на странице ничего не отображается. И в консоли выводим сообщение register element is not a function, то, что мы видим в браузере. Давайте попробуем раскомментировать десятую строчку и посмотреть на результат. В хроме наше приложение работает. Если мы откроем теперь Firefox, то видим, что в Firefox также веб-компонент начал функционировать. То, что мы видим на десятой строчке, это подключение polyfill, которое вы можете найти по вот этому вот адресу. Если мы перейдем сейчас по данной ссылочке, то мы увидим описание файла webcomponent.js и информацию о том, как мы можем его подключить к своему приложению и какие он предоставляет для нас возможности. Этот файл мы уже скопировали. Он находится у нас в папке bowercomponents. Мы его подключили в начале документа. Это все, что необходимо сделать для того, чтобы веб-компоненты начали работать в тех браузерах, которые не поддерживают данную технологию. Также мы можем скомбинировать этот webcomponent.js вместе с библиотекой Modernizer. Для того, чтобы загружать веб-компоненты только в том случае, если они действительно не поддерживаются нашим браузером. Потому что для Хрома сейчас этот документ, по сути, бессмысленный, так как просто является лишним обращением к серверу и лишним JavaScript кодом, который будет загружен в браузер. В дополнение к нашим примерам хочу порекомендовать еще несколько ресурсов webcomponents.org, сайта, на котором вы можете посмотреть разнообразную информацию, относящуюся к веб-компонентам, описание библиотек, которые упрощают работу с веб-компонентами, html5.rox.com, сайт с большим количеством статей по веб-технологиям, не только по веб-компонентам, и custom-elements.io, набор библиотек с веб-компонентами уже готовыми. Также у вас может возникнуть вопрос, а используются ли веб-компоненты в данный момент. Для примера можно привести всем известный сайт GitHub. Вы можете посмотреть интервью с одним из разработчиков этого сайта по ссылочке, показанной на слайде. Если рассмотреть исходный код нескольких страниц этого сайта, то вы найдете, что в тех местах, где отображаются комментарии или выводится любая информация, которая сопровождается датой и временем, есть атрибут из relative time. Посредством этого атрибута на сайте GitHub происходит преобразование абсолютного времени в относительное время относительно вашего часового пояса. Если вы посмотрите на сами значения, которые отображаются, то вы можете увидеть вчера, позавчера, 6 дней назад. Благодаря именно этому атрибуту, значение, которое здесь установлено как абсолютное значение, оно преобразовывается в относительное значение. Если вам интересно, попробуйте разобраться с разметкой этого сайта, разобрать работу этого атрибута. Первый урок подходит к концу. В нем мы увидели, как использовать темплейты и работать с кастомными компонентами. На следующих уроках мы научимся использовать стили и работать с Shadow DOM. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok